Это мне очень напоминает вот такой вот гипноз от Алана Чумака и Кашпировского по телевизору. Как вот он один воду заряжал, другой бородавки рассасывал, вот этим, извините, словоблудием таким. Знаете, когда хотят вопрос не решить, а заболтать, тогда, конечно, меморандумы, тогда чем побольше участников, деклараций, заявления, ассамблеи, коллегиуми, трехсторонние, восьмисторонние, форматы, группы и все далее. Америка уже на все вопросы ответила. Она осветила союз Германии с Россией. Она осветила против нашей энергетической безопасности все договоренности. Она четко озвучила, четко озвучила, что у нас коррупция. Она четко озвучила, что мы не будем входить ни в какой нормандский формат. И четко сказала, что мы не будем вашим лоббистом в НАТО. Вся помощь за эти годы заключалась колоссальным увеличением обеспокоенности и волнения по этой всей проблеме. И это вся проблема. Послушайте, ключевая позиция, это позиция власти. Ведь сдали Крым и перекрестились. Потому что оппозиционный электорат. Радуемся. Сдали Донецк и никто не хочет его реинтеграции. Потому что это оппозиционный электорат. Ведь даже, смотрите ситуацию, приняли, постановили не проводить выборы в местные советы, даже как боятся. Суд прошел. Суд сказал, нет, надо. Нет, все равно не будем проводить. Потому что не хотим. Потому что изменится сразу баланс сил в местных советах. И покажется реальное место сегодняшней власти. Вот и все. Америка, ей не надо идти в конфликт с Россией. Они обо всем договорились. Ей не надо идти в конфликт с партнером основным в Евросоюзе, с Германией. Они обо всем договорились. Войти в нормандский формат. Это взять на себя только обязательства. Взять на себя определенные позиции. Зачем это Америке надо? Все расставлено. Поэтому вот это все, типа, это наши партнеры нам помогут. Это исключительно пиар-ход, направленный на обращение населения.